Субтитры делал DimaTorzok Здесь проблем у нас не будет тогда. Контроль времени, о котором также сказал. То есть контроль более мягкий, чем в чемпионатах мира по Блицу, чем в таких вот современных Блиц-турнирах, поскольку все-таки парные шахматы требуют чуть больше концентрации, чуть медленнее, наверное, проходит игра. Так что вполне объяснимый либерализм в начале времени. Интересно, что нарушали правила участники. Мужчинам запрещено улыбаться, а они улыбались. Да, ну что ж. Ферзевый гамбит. Какой вариант? Посмотрим. Е6, конь С3, слон Б4. Нет, это не ферзевый. Это мы ждем опять Рогозина. А вот теперь уже Рогозин. Да, это Рогозин. Не стоит меня же поправлять, теперь Рогозин. Это настоящий Рогозин. Е2, Е3. Рокировка. То есть, конь С6, конечно, у черного стоит не так хорошо, но с другой стороны, они быстро вывели свои фигуры. Слон Д2. Это происходит в партии между Лишаном Андреем. Мы возвращаемся к партии индийского и российского дуэтов. Тут все более по-человечески. Более-менее по теории даже, может быть, хотя не совсем, но не знаю. Ничего, ничего. Слон Д6, Е5, здесь все. Ну вот проблема парных шахмат, особенно когда коллективы не сыграны, в том, что разные дебюты, кроме всего прочего, у разных, различных партнеров, составляющих одну и ту же команду. Поэтому идешь на какой-то вариант. Оказывается, что партнер или даже партнерша, или даже партнер чего-то не знают там. Ваш характер. Я должен сказать, что вот ситуация, Владимир будет играть быстро, а Татьяна будет играть медленно. Как вот с этим справиться? Другая проблема. По времени уже большой отрыв. Ну да, потому что Татьяна, она в раздумьях частенько, а Блиц это же не... Еще Б5 она выбрала, да? Б5. Ну, логика определенная есть, но у белых, конечно, так... Теперь конь Б4 и какой-то, 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 и Ц5. Вот, а что? Конь Б4, Слон Б7? Не знаю. Может быть. А3? Да. Ну, а в этой партии все более-менее нормально, никакой экзотики. Здесь все просто классические шахматисты играть. Единственное, куда-то две минуты делось у черных. Это неприятно. И черные делают ставку на ход Е6-Е5 вместо... То есть Е6-Е5 характерная для защиты Рогозина продолжение. Я не знаю, кто пошел Слон Е2, но, по-моему, это была желтая рука. Она же потом пошла и Слон Д3. По-моему, это Виши он. Исправился. Пошел сначала Слон Е2, подумал немножко. Возможно. Но мы не можем наверняка это утверждать. После Е6-Е5 черные раскручиваются. Похоже, что более-менее по шахматному, по позиции на доске удалось уравнять игру нашему российскому ДЭТу. Но время, время потрачено много. Это обидно. 3-19. Хотя сокращается потихоньку разрыв по времени. Во-первых. Во-вторых, как я смотрю, достаточно простая игра. ЕД-ЕД, конь Е7 потом. Или А6-Конь Е7. Хорошая позиция. Ну, то есть сейчас ход за белыми. Они могут, в принципе, взять на Е5. Тогда у черных, наверное, совсем неплохо. Хотя... Что здесь лучше, что хуже? И тогда Слон на Ж2 начнет стрелять. Ну, это правда. Это правда. Безусловно. Конечно, стоит оставить пешку на Д4. Вот какая-то шутка прозвучала. Девушки там смеются. Мальчики нарушают правила. Конь Е4. Вот так вот. Конь Е4. Может быть, попытка была передать информацию. Арчил Бейладью, как знаменитая шахматная шутка. Такая история. Конь Е4, да? Конь Е4. Грозит. Конь бьет Ф6. Слон бьет А7. А что, если попасться и пойти ЕД? Ну, видимо, так и нужно поступить. Их лишняя пешка. Ну, а в российско-индийском противостоянии что происходит? Вот нам сейчас покажут. Да. Все, как я просил. Пешка на А7 уже взяли. Пешек поровну на доске. И ферзями применяться. Предложил или предложила, не знаю кто, Владимир или Татьяна. Ну, я должен сказать, великолепно стоит конь Е6. Это значит, что... Размер. Скорее всего, равный Эншпиль получился. А теперь я бы доскал чуть лучше у черных, потому что С5. Ну, пешка ее далеко не идет. Конь Е5. Конь Е5, меняя, предлагая разменять легкие фигуры. Угрожает конь бьет Ж6. Если король А7... Король А7, то что? Вторгаться некуда дальше. Король А7, разумный ход. Это Таня сделала ход, да, вроде бы? Нет, синяя рука была. Синяя рука, ага. Давайте по рукам. Голая рука в нашем дуэте и синяя рука. Ага, все понятно. Прекрасная ориентировка. У андийского дуэта там желтая рука, мне казалось, какая-то. Да, в рубашке в такой, да. Все понятно. Будем теперь не ошибаться в дальнейшем. Подравнялись по времени. Ладья Ф3. А этот ход как-то мы сразу не... Не оценили хороший ход, да? Ладья Бет Ф3, конечно, можно играть, но у белых выплевают пешки, и у них будет преимущество в структуре. Почему пешку С двинуть вперед? Ну, там ладья Аш-3, конь Бет Ж6 как-то. А-а-а. В этом идея. В этом ловушка позиционная, да? Да. Ну, наверное, все-таки на Ж6 спешку... Ладья Бет Ф3 и ЖФ. Ну, это правильное решение все-таки. И здесь что, и с С5? Сейчас посмотрим. Конь Ж5 играет, это Владимир Крамник. Синяя рука. Синяя рука как... Король Ж2, а куда дальше? Вот он Конь Ж5 сыграл. Странный ход. Не очень понятно, потому что он дезориентировал. Владя Е8, а вот атака коня, но Конь уходит. Причем на Ж4 Конь стоит великолепно. Его невозможно атаковать ничем. Ну, это относительно. Мы тоже... Теперь уже С5 идея проигрывает в силе из-за Владя Д1. Ну, С5 сыграно, нужно что-то сделать. Владя Д1, как мы предсказали. И Владя Е6. Владя Е6. Безусловно, Владя Е6. Это Таня. Владя Д5 веши, Конь Ф7. Все-таки как-то переиграли. Очень надежно. И Е4 уже пора делать ход с Белом. Е4. Владя. Я не уверен. Я бы сказал, что скорее Ф4, потом Король Ф3 и Е4. Так не спрашиваю. Ф4. Ну, вот. Предсказанный, или, так сказать, угаданный, рекомендованный Евгений Бореевым ход сделан, воспроизведен на доске. Поле Ж5 контролируется, поле Е5 контролируется. И Король Ф3 идея появляется. Неприятная все-таки позиция у наших шахматистов. С4 это ход в никуда. То есть уменьшается, ликвидируется возможность образования проходной. Фактически. Король Ф3. План Белых понятен. Переиграли на этом участке. Позиция очень тяжелая внезапно. Была равная-равная. Чуть-чуть. Ну, вот размен на Ж6 все-таки сыграл свою роль. То есть логично, конечно, применяться на Ж6. Я считал, что надо было пойти Ж5 вместо ладья БЮТа Ф3. Что-то такое. Нельзя, центр-то было. Хорошо. Задним числом, тем более, соглашусь полностью. Первую победу. Выигран материал. Да. Да. И большой перевес во время. Причем непонятно, что атаковать. Пешку Б2 очень белым легко защитить слону с СССР. А план реализации не сложен. Черные пешки не идут. Ладья Б1. Ну, время. Время тоже мало. По всем параметрам. Бдицевым нехороша здесь позиция наших. Владимира Крамника и Таня Косимцева. Сыгранный дуэт оказался. Неожиданно. Индийский. Пешку можно забрать. Тут же отбирается пешка А. Я боюсь, что мы потеряем... Можно я буду говорить мы, россияне? Да. Потеряем пешку А6, Б5, С4. Потеряем все пешки последовательно, одна за другой. Все российские пешки могут упасть. Да. Ж5, ну, Ж5, так Ж5. Можно и ЭВЖ, можно и не ЭВЖ. Может, ЭВЖ-то и спокойней. Да, так и поступает Виши Анант. Я даже не знаю, стоит досматривать в партию.